Девушки отдыхают 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 Говорит, нужно тебе обязательно курочку есть, бульон хлебать, иначе ты не поднимешься. Он говорит, не могу, я попрошу благословения у матушки своей, у матери. Ну, а она далеко живет, послали телеграмму пока. Она говорит, долго ты можешь умереть за это время. Ничего, я, говорит, подожду. Приходит телеграмма, сынок, Бог тебя благословит, но пост нарушать не благословляю. Ну и все. И он не стал, раз мама не благословила, мама, он уже будучи известным на всю Россию, и мир протеерей был. Не стал. Пошел на поправку, выздоровел, и еще после этого сколько служил. То есть это не сегодня у нас такие врачи, это всегда было так. Ко мне с таким вопросом даже обращаться не надо. Я вам скажу, что по канонам, по правилам церковным, болящим в пост разрешается только на елей, и вино, все, больше нет ни на что. Даже, говорит, женщина, когда родит на страстную седмицу, то ей разрешается пост оставить. То есть оставить, что она может с растительным маслом пищу кушать и вина принять. Все. Больше никто не имеет права этого сделать. Это соборное установление. И чтобы нарушить его, нужно точно так же соборное постановление. Этот собор, как бы, ну, бывало такое, что один собор принимает, а другой собор, когда собирается, там правила добавляет, или что-то еще убирает как-то. Поэтому священник своей властью сделает этого никакого права. Даже архиепископ, патриарх, не имеет права этого сделать. Хотя я лично видел, когда архиепископ в начале Великого Поста с кафедры всех благословлял. Кто не может постовать, Бог благословит, кушайте сметанку и молочко. Есть такое, но это, что скажем, человеческие грехи. Вот, поэтому твердо знайте себе. И какое будет здравие от этого, если человек верующий и знает это правило, и будет в это время он бульончик кушать, а совесть-то будет осуждать, то какое здравие-то будет? Ну, есть такая сказка. Сказка. Сын с отцом идут и пасется там бык какой-то. А он говорит, ух ты, смотри, никого нет. Давай возьмем. Ну, давай. Взяли его, пришли домой, зарезали его. Ну и едят. Едят, едят все. И сидят, когда едят его. Отец спокойно. Лицо веселое у отца. А сын как-то... Ох, наверное, узнали, что мы быка. Ох, оно все. Ну и быка-то уже доедает. Сын совсем уже истощал, что у него... Он ест, а его все время, его страх такой. А вдруг узнали до этого, что будет-то. А отец спокойно. А оказалось, что отец-то знал, чей этот бык. Отец пошел тому хозяину-то, заплатил. Сколько стоит твой бык? Ну, тот сказал, сколько. Он ему заплатил. Отец стоял спокойно, что заплачен. А сын-то не знал, думал, что ворованная. И в пользу-то ему ничего и не пошло. Так и здесь. Хотя и будет кушать. Я говорю, а совесть все равно будет осуждать. Я вот делаю. А что же это? В пользу не пойдет это. Вот. И никогда не... А вот сейчас скажет, скажет, а батюшка не разрешил. А врач уже... Ах, батюшка такой. Это он, значит, такой жестокий. Это вот он желает, чтобы помер. И помрет, если завтра помри. Она скажет, о, это батюшка не разрешил, поэтому она померла. А если бы кушала мясо, не померла бы. Выздоровела, уже бы бегала своими ногами бы и прочее. Помогите, как бывает это. Поэтому это твердо возьмите себе. Больше-то здравия наше от того, что если мы будем вести чистую жизнь по Христу, по Евангелию. Вот это-то. Даже и болезнь. Мы в болезни не будем искать. Ой, как бы мне скорее выздороветь. Да все. Я знаю людей, которые... Люди верующие были старые. Искали этого. Они молились. Даже бабушка моя говорит. Вот молюсь, говорит, чтобы не привел бы Господь меня как-то внезапно умереть. А чтобы перед смертью поболеть бы, хоть пострадать, говорит, полежать немножко. За жизнь, за всю жизнь ни разу в больнице-то не лежали, так хоть дома пострадать, поболеть, говорит. А это плохо, говорит, когда без болезни, да умрешь такой, что... То есть в болезни приходит покаянный дух. Вспоминает человек, куда лежит, все. А так шел, шел, споткнулся, и нет ничего. Вот так вот. Ко мне какие вопросы? Никаких. Вот это да. Вот так вот и творился. Мясо нельзя есть, что с нами? Нет, нет. Мясо. Ты там надо проехать, я что-то помидоров навалом. Они только красные на мясо похожи. Все. Хорошо, батюшка уступает, все по чину, по ранжиру. Я деток попросил привезти сегодня сюда. К ним слово. Я так краем глаза только вижу, как идут занятия. Иногда захожу и один раз провел. А там не бываю. Дети многого не знают. Вы старайтесь их учить. Каждую минуту учить. Вот у нас была Королева Фаина Соломоновна, еврейка. У нас иногда были с ней разговоры. Она говорит, я иду сейчас на остановке. Там мужчина лежит, прямо на остановке. Из-под него лужа течет. Вы хоть раз еврея одного где-то видели такого? Я должен ей сказать. Люблю я евреев, не люблю. Я должен сказать нет. Она дальше продолжает. А возможно это или нет? Я заранее знаю, что это невозможно. Это невозможно. Вся нация направлена на то, чтобы эта нация выжила. Эта нация выполнила ту роль, которую Бог ей назначил. Это закваска, это соль мира. Хотя они делают и не то. Но в конце мира они обратятся. У нас человек немножко что-то вот так трясется. Бывает там какой-то паралич, что-то. Что он может делать? Самое большее около храма протягивает руку. А после храма напиться и драться. У Покровского такие были. У немцев его учат. Ему уже заключение дали. Там церебральный какой у него. ДНК не то. Дауна там. Все у него в куче. Но они им занимаются. И рассказывают о Боге. Другие приходят о Боге, говорят. Он, а я что могу сделать? А сам сказать не может. Слова трудно разбирать. Логопеда надо. Переводчика. И учат его наклеивать вот эти обои. И он хочет пойти к тем, которые бедные, и наклеивать обои. И он пошел самостоятельно, наконец, один. И кривлялся там, как его, как болезнь, ты корешь. И он накатал. Да сделал хорошо. Да ему похвалу дали. Так он пришел, там весь город узнали. Он не нужен никому. Презренный человек, обделенный жизнью от Бога или от людей, он радуется. Он сумел людям сделать добро. Приучите их делать добро. Детей. Эта радость, вот тут со слезами на глазах будет, воистину так. Чтобы дети научились видеть, что их окружает. Сколько было изобретателей, которые ночью не досыпали. Я не говорю уже об интернете, о телефоне мобильном. Кто изобрел вот это дерево, чтобы так его распилить? Пилу, топор. Кто-то добывал. Может, заключенные за копейку работали. Кто хлеб выращивает? Не урожай. Он не уродился. Пропало все. Это не на трамвайной остановке ждать трамвая. Не погода. И ты кусок хлеба взял и роняешь. Я как раз к этому и хотел сказать. У нас было такое. Два раза заметили в лагере. Кусок хлеба был брошен в туалет. Это была тревога. Лагерь прекратил существование. Я выступил. Найти. Найти этого беззаконника. И чтобы этого никогда не было. Лагерь ушел. В один конец через час возвращается. Идут в другой конец. На все четыре стороны света. Расходили. Горолись. Никого нету. Никто не соотнается. Я пошел в деревню. Жил милиционер. Подполковник. И он когда-то поднимал соляну. Добрым словом. Будь здесь. Помянутый в этом деле. Дружинин Геннадий Петрович. Пенсионер. Подполковник. И он говорит. Когда поднимали соляну. Какие были трудности. Как возникли эти пыльные бури. Миллионы тонн за тысячу километров полудородного слоя унесло. А кусок хлеба. Как он дорог. Каждый день умирает в мире до 70 тысяч человек от недоедания и голода. Запомните эту цифру. А у нас его сколько выбрасывают? Дети. Кто это сделал? Ни один нет. А я еще не расследую. Я его буду расследовать. Я их усаживаю за стол. Руки на стол. О, его сестренка здесь. Я отозвал сестренку. Да как это твоя Алешка сделал? А ему 7 лет. Да ну. Так. Возьми его. Поговори я отдельно. Ему должен сознать. Я его сразу определил. Она говорит с ним. Дальше я выступаю. Припоминай фильмы Лебенгур. Когда Пилат говорит с его Лебенгур. Я сейчас сошел по ступеням вниз. Я с тобой разговариваю как друг отца. Друг отца твоего, который принял тебя. А эти. Но сейчас я зайду по ступеням. Я буду карающей рукой Рима. Я детям сказал. Сейчас я говорю. И я ударю в ладоши. Три раза. Если ты не выйдешь. После этого покаяния не принимается. Стал говорить о хлебе. Ударил. Стоит не шевельнется. Ни одним глазом не моргнет. Снова разговариваю ему. Что мы сейчас обнародуем это. Это беззаконие будет истребленными. Мы на лагерь наложим и пить имью на целый день. Лишеным будут пищи. Все друг на друга смотрят. Где он? Никто. Я еще раз хлопнул. Третий раз. Последний раз говорю. Подошел вплотную к нему. На него смотрю уже. Надо будет сознаться. Принести покаяние. Пойдете к батюшке. Хлеб брошенный в туалет. Вы понимаете что это такое? Мы хлеб насущный. Не картошку просим. Хлеб в самой главной молитве. Стоит с места не шевернулся. Так Алеша выходи. Это твоя работа. Нет я не делал. Ты бросил. Скажи как ты его вынес хлеб? У нас же дежурные стоят. Чтоб никто не вынес. А я вот сюда под рубашку заложил. Ребенок. Он запирался до времени. А когда спросил наводящий вопрос. Он забыл что они он ему носил. А я вот сюда кусочек положил. А зачем? А сестренка была наказана. Да он решил ей дать. Оказалось сестренка не была наказана. Он солгал. Ну естественно. Вот такие большие тазы. Напекли пирожков. Это подсолнечное. Всеми. Отдельно. Без кожуры конечно. Да еще на меду. Да на сахаре. И вот такие большие два тазика. Все. Сейчас со всем хором. Идите в деревню. Отнесите Устиновым. Пусть свиньи мы дадут. Или сами сидят. Лагерь решается этого. Детям был это урок. А скажут. Да это сурово. Не тебе судить. У тебя ни одного ребенка не было. Я 41 год возлюсь с детьми. И сегодня пишут благодарственные письма. Хлеб упал. В Грузии такой обычай. Хлеб упал. Ты должен поднять его. Обдуй. И поцелуй. И съешь. Это у нас в лагере закон. А с крошки со стола смести. Это считается за честь. Не роняйте. Не жадничайте. Друг у друга не перехватывайте. Взрослые следите за ними. Чтоб за столом было благоговение. У русских считается отцом русской педагогики Ушинский. Маложивший. А отцом мировой педагогики считается от священника Яна Москамэнский. И он говорил за столом веди себя как в алтаре перед престолом. Хлеб превращается в тело. Детям это полезно сегодня услышать? Вы должны быть другими. Когда-то вы будете жить самостоятельно. И вы детей своих будете учить этому. Златоуст говорит, ты начни. А тебя передастся другому и пойдет целая цепочка поколений. Относитесь благоговейно к пище, которая нас Господь наградил. В избытке. Это может кончиться в один день. Прекратится доставка откуда-то. А своей не хватает пищи. Все. Это Япония только. Национальная безопасность и заботится. Маленькие там по 5 гектар. По колено в грязи. Рис сажают и сажает государство. Им платят больше чем стоит в 5 раз. В случае нам не будет поставки. Мы проживем без этого. Я в Америке был. Там как делают. Я удивился и не поверил. Не может быть. Да будет. У нас была земля, когда мы строили Джордангильский монастырь. И в это время приезжает комиссия. Приехали. Мы не беспокоим. У нас когда обед? Сейчас. Приехали пол первого. Так мы подождем. Ни начальника никого не трогают. Как только обед, теперь свободно. Заходите. Сколько гектар? 300 гектар. Сколько собираете? Ну по-разному. Ну среднее-то вы знаете, да? Знаем. Сколько? Ну у нас так получается по 42 центра. Это очень большой урожай. Так. Два года не будете еще съесть. Так как же? Так. Вы слышали? Вы не перебивайте. Два года. Посчитайте за два года какой урожай. Сколько это стоит? Какой сегодня? Какая цена? Эту интервенцию не надо делать. Называется там мукомольная интервенция. Так. Мы посчитали деньги там где-то около 5 миллионов долларов. Да. Так. На ваш счет сегодня переводятся деньги. Вот так государство заботится о национальной безопасности. Земля должна набрать по народу. Не сажайте, а получите по полной программе. Детям нужно это рассказать. У кого не хватает хлеба, а если это дети живут там, где бедное, подсуши сухарики, пойди отнеси ему. Что-то останется птичкам. Нигде под ногами, чтобы хлеб не валялся. Идешь мимо, где подними, положи мусорный ящик. Детям этого достаточно на сегодня. Маленький урок вы получили. Вы свободны. А остальное, немножко дверь не закрывайте, не кричите только. Это наше будущее. А какое оно будет? Что не раз в жизни будешь? Я говорю у бабы, баба, а какой у тебя самый радостный день? Да никакой радости нет. Ну а все-таки? Ну как-то ты дни-то разделяешь, выделяешь, да ничего не выделяешь. Ну правда, пенсия когда приходит. Так это день, так какая радость. Внуки приходят, все отбирают и бьют меня, если я спрячу. Это твои внуки твои? Достучалась? Да кукарякалась? Вот эта курица, которую батюшка получила. Вот она и не нужна оказалась. Вот пример Иоанна Кроштадтского. Не поселись, не молились, а теперь вот кукаряка у храма. Вот несколько хотел сказать примеров. Я похвалюсь сейчас своим незнанием. Знаний никогда не хватает. Виктор Андреевич меня подвел к этому. Дает салфетку. Зачем? А ты платочки свои выброс. Они не нужны, когда ты вытираешь глаза. Потому что мне все закапать приходится. Это торможение, потери. Это не лекарство. Я день-два потерпел, а потом взял, отрезал. Отрезал, там все мокрое. Как же так? Такая салфетка и так хорошо сделана, она мокрая. Но на ней написана инструкция. А зачем я считать-то, когда я знаю, что салфетка должна быть сухая. Я их разместил салфетки, стал сушить. И когда просушил, то когда я просчитал, что они специальным раствором, там, чаем каким-то целебным пропитаны, чтобы влажно утираться-то, руками развел. Балбес, сэр. Значит, даже на салфетке можно было поучиться. Еще же инструкцию-то не почитал, как в интернете там листают у нас с корешка-то. Ну вот видишь, не открываются. Уже инструкция есть. Переверни папку-то правильно, чтобы она лежала-то у тебя. Второе. У нас перед окнами росло дерево наклоненное и опасно. Я сходил, вернее, Людмила Степановна, и сходила в центральный район, администрация, потом приезжали, смотрели, они в зеленхоз передали, и они сделали. Прошлый раз я говорил об этом. Но дерево-то хорошее. И они его напилили большими вот такой высоты, называется, сутунок. Там на три чурки. Ну, у нас так называли. Я не знаю, как на чурка, я не назовешь. Сейчас дерево. Одна, вторая, третья, и таких шесть было. Ну, а мелкенькие мы увезли. Позвонили одному брату и говорю, брат, у тебя пила есть? Да, есть. Ну, попилить бы надо. Никогда не отказался. Безотказный брат. Ну, решил так. Что я? Такие дни. Я приду в субботу. Ну, а я после этого на бумаге, в прошлый раз показывал, пошел к главе администрации, к Юрию Николаевичу. И ему просто благодарность выразил. Потом думал, ему надо еще сходить, я ему книги подарю. А, видимо, так я потом стал догадываться. Когда свалят дерево, оно еще не год лежит, гниет. Они же торопились, видно, ради того, что похвалил, скажут, так убрать от него надо, а то похвалы-то не будет. И они эти сутунки, когда мы не видели, уже в пятницу увезли. Их нету. И пилить-то нечего. А дров-то было на полмашины. Дерево крупное, здоровое было. Еще раз один урок получил. Ничего не откладывай на завтра. Увидеть только одно. Съешь сегодня, не откладывай на завтра. Что можно съесть сегодня. Речь идет о делах. Вот я на этом пне научился еще раз не откладывать. Никак. 29.1, притча Соломона говорится, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе этот день. День родит. Потому что сегодня успевать, пока ты молод, пока в тебе сила. Употребляю нужное русло. Я опять же вспоминаю Сапаину Соломоновну. Она говорит, я вам дам статистику. За последние две тысячи лет, а может за три тысячи, у евреев не было ни одного неграмотного человека. Да не может быть. Да везде ж было ликбезы, ликвидации безграмотности. Только не у евреев. Да надо же так. Я не знал этого. Почему они любят себя, любят нацию. Они уважают и любят, и трепетно относятся к ней. Сколько же у нас в России было неграмотных. И сколько есть еще сегодня, когда люди считать-то не умеют. Значит, есть чего поучить все у этой великой, богоизбранной нации. Ну и на этой неделе для меня было такое небольшое событие, делавшееся большим. У меня нет телефона. Марина, я не вижу, где она Марина? Да там вот она. Куда-то делала. Да там она сидит вот рядом. Да, там. Вот они с Игорем, это ее муж. Вот Марина. Они обо мне заботятся больше, чем я о себе. Надо телефон мне. У меня не на что покупать-то. И они говорят, маме его купили там, а это девать некуда. Они меня подготавливали больше месяца. Так как хорошо с телефоном. Вы начальник лагеря. Родители звонят. Да. А я бегаю в деревню. Уговорили. А как-то телефон в руках, и они меня подготавливают. Апостол Павел Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Это самая большая радость, когда обращенные и никуда не совращаются. А Дарит говорит об этом, и притчи говорят, нет большей скорби, как когда друг превращается во врага. Ходили вместе, пили, ели, разделяли искренние беседы, и друг делается врагом, подставляет ногу. Псалтырь написан на этом. У меня радость, Бог дает отдавать. Вот где мы не бываем, представьте, в библиотеку одну заехали, я отдаю на 20 тысяч 100 рублей, это 750 евро. Следующий дальше, каждую неделю. На 7 миллионов 150 тысяч мы подарили за два года, это что-то стоит. Я к братьям всегда обращаю, братья, я не могу понять, почему у меня такая радость. Вот когда даю, я как будто бы сына своего на высокую должность устроил. А книги это детище мои. Печально, конечно, когда не так, наоборот, ненавидят, презирают, бросают, сжигают. Я внутри испытываю печаль. И вот они решили, немножко переходное сделали. Тут главную роль Виктор Андреевич сыграл, что я не слышу, у меня глухота и в последнее время от гриппа совсем оглох, но то ухо, которым я слышал, то давно не слышал. Надо вам прибор. Батюшка говорит, надо прибор. Ну, я прислушивался. Но так как я все даю в интернете, я с интернета-то ничего не скачиваю практически. Мне слушать некого. А когда по скайпу, трубка на мне висит. По телефону я хорошо слышу. Но вот ехать, и вопрос задают люди, и я не слышу. У меня стоит переводчик. Те говорят, он переводит, времени в два раза больше надо. Вам нужен аппарат. Виктор Андреевич, я знаю, это очень дорого стоит. Это швейцарское оборудование, уже сегодня в руках. Водили, обследовали. Здесь что-то в уши толкали, чтобы контуры уха точно были. Точно подогнали под ухо. Все это рассказывали. Знает об этом Сергей Пупков вчера возил, он на машине возил, дай бог ему здоровья, два раза. И вчера закончилось все, и мне выдали вот этот аппарат. Потом там коробка на коробке. А теперь она вот внутри, и вот она лежит. Посмотри какая. Какие там батарейки. Кто изготавливает немцы? Это в Швейцарии приобретал он. Барунов Александр Геннадьевич. Мы вчера все застрафировали у него, как он вставляет, как что делает. Он не против. Но я ему решил подарить. Подарил новый завет трехтомник, для слова Божьего нет, узких, но православие. Пять книг. Я говорю, вот вы меня тут решаете, кто как слышит? А я решаю, что вы тоже глухой. У вас надо душу пробудить. Он православный, у него иконка висит. Давыд говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Слышал этими ушами, и слышал этим. И у него радость была неподдельная. Все это он сфотографировался. Как он делал? Ну, столько же труда. Каждого человека несколько часов проверяет. Конечно, ясно делал, что это не два рубля стоит. Ну, расстались мы по-хорошему. Итак, сегодня я впервые использовал его на литургии. И только там, где говорится проповедь. Остальное в службе я знаю, или молюсь сам, что. Вот эта вот батарейка, что пока не закроешь, она не работает. Кончил, вот так открыл, все выключил. Там какие батарейки, на чем основаны. Когда он ее срывает, эта батарейка попадает туда в воздух, и она окисляется. Ну, мы видим, железо окисляется, цинковое. А какой-то мудрец подумал, наверное, не зря окисляется. Оказывается, там идет энергия электрическая. И они туда это заложили. Поступает кислород тоненький-тоненький. Он все показал. И вот я сейчас, я вам проверку дам. Ну, может, не совсем хорошо получится. Тут выключать, как увеличивать. Вот, значит, надевается. Это у кого не будет хватать, я не знаю, той стороной или еще воткнуто. Ну, той. Что, если я не обухом буду дрова колоть-то? Да, акрофон. Вот так. Так, что у меня тут, я слышу, нет? Микрофон принимает, да, здесь, и передает. Ну, Виктор Андреевич там узнает. Так, ну, кто, говори еще. Мир вам. Мир вам. Даже нужды нет. Я им всем говорю, там, говорю, а что вы кричите-то? Все слышу. Он уйдет в сторону, там, на 3-4 метра, говорит что-то. Щекни шепотом. Я все слова воспроизвожу. Так, но я говорю, вы меня делаете, а я носить-то не буду. Так, зачем же ты пришел? Ехать надо. Ехать надо. А когда будут выступать, мне тоже не нужен. А когда будут вопросы задавать. Поэтому. Это за тренироваться. В кармане я его держу. Для меня сегодняшний день особый. Если очки люди не носят, не так, это для них стыдно. Ну и что сделаешь? С сегодняшнего дня, вот, я буду ходить с прибором. Но вы меня редко в нем увидите. Какие у меня сегодня просьбы к вам? У нас не заладилось. На неделе мы сдали документы на шенгенскую визу, на проезд по всем государствам Европы. Мы уже знали, как в прошлом году, нынче это все сделали. Виктор Николаевич приехал с Савченко. Сдали документы. И где-то с числа 3-го, 5-го можем получить. Но у нас на пути Англия. Оттуда приглашение сделали. От пастора. На тренирую. Они берут на себя страховку, расходы, все. Но здесь регистрируется все по-другому. Ни одного документа не надо. Нужно только в интернете, онлайн. И все на английском языке. Вопросы на английском и ответы должны быть на английском. Все документы я должен переводить на английский. И почему-то рассчитывается не в евро, не в рублях, а в долларах. Хотя Англия. И как перечислять только тоже не вручную. А потом ехать обязательно в Новосибирск, чтобы сняли отпечатки пальцев. И объясняют это для того, чтобы люди лично, которые едут туда, чтобы не остались там. Я посчитал, 104 вопроса надо ответить по анкете. Все. Отец. Где? Мать. Ну все абсолютно. Сколько у меня на питание уходит, сколько получаю, с кем еду. Сегодня обязательно надо закончить. И они сказали, вам выставили пример, в понедельник мы получим уже оригиналы за Англией. Спецкурьер привезет. Но копия у нас. Начинайте скорее работать. Скорее. Потому что когда мы все сделаем, а сделаем не в один день, там выйдет минимум две недели. А может месяц, а может полтора. Мы в эту сумму времени должны вложиться. Значит я попрошу помолиться. Потому что нигде такой большой подготовки к нашей встрече не делают, как в Англии. Я больше двух дней в Греции не могу никак. Хотя там свои люди приготовлены. В Англии на три дня не соглашаются. Прямо написали. Если меньше, королева обидится. Ну королева, если ты, я говорю, а. Значит мы, расчет будет такой, да если правда не правда, что если мы там сколько будем, делается пометка, и шенгенского срока высчитывается это. На шенген 30 дней отдается. Значит до 10 дней может быть. Они устраивают встречи в разных городах, договариваются. Там, притом, не православные. И какие встречи, может не по одной в день будет. Его звать, который всем руководит Андрей. Просто помолитесь о нем, видно, очень хорошие люди. Но я-то не буду никому подыгрывать. Я-то не особо подъемный-то. Не транспортабельный. Я буду спрашивать. Эти темы вас интересуют? То есть введения по канонам, по святым отцам. У них проповедников своих хватает. И вывел меня на них, опять же, Андрей Кураев. Он там был и говорил, а они дальше через него увидели, он обо мне отзывается там где-то. И сразу начали искать, и нашли, и вышли. От Андрея Кураева входят на форум. Сколько? И как? Через Андрея Кураева. У нас сколько людей уже пришло? То, что он помянул. Значит, что значит личность? Андрея никогда не забывайте. Молитесь. Обвинений в его адрес, в мой адрес только нет. Он нуждается в помощи. Дальше. У нас на этой неделе, Игорь, пожалуйста, Абиби, по канону. Ну, чтение Великого канона будет полностью. Ну, жмари настояние. В среду будет, в 4 часов вечера. Ну, и где-то до 7 приблизительно будет. Так что приготовьтесь. Приблизительно где-то 500 с лишним поклона будет земных. Берите с собой там подружники. Все как должно быть. Там все и приходите себе дружно. Дружно приходите. Подружники что-то такое. Это под руки, чтобы не грязные руки были. Не надо с тобой, перед собой этот... 16.00 начнем. Туркменский Достархан расстилать, как на обед. Достаточно, чтобы ее руки помещались. Занятия нет. На 10 этих запахов, где пальцы обозначают. Поклонись и угодно земли. Его там надо мало того, что-то еще реку держать. Приходят. Под руки. Чтобы не было грязи. Конечно, не будет. Туркменский Достархан расстил. Теперь еще не могу. У нас и так не определилась ставка, где, куда засылать врус. Возьмите это для себя, близко к сердцу. Прям искренне помолитесь. Где нам быть? В каком месте? Проработка по двум или трем областям идет, и все неудачно. Неудачно. Просто, может быть, будем где-то в Подмосковье с обратной стороны. Это нам просто необходимо. Я хотел спросить. Вы слово соревнования все понимаете, что такое? Соревнует. Есть соревнования скрытные, а победа явная. Сегодня везде говорят, показывают демографический расклад. У русских, у других, еще там меньше есть, плодятся. 1,8 ребенка на семью. Запиши цифру 1,8. У мусульман 8,1. И Дмитрия, когда спрашивают Смирнова, неужели батюшка так безнадежно? Что вы думаете? За годы перестройки до 120 миллионов абортов. Только в России. Это большое государство. А у мусульман ни одного. У нас две тысячи лет в христианстве проповедуется безбрачие. И апостол Павел об этом говорит, почему? Потому что все небесное. Выдающий девицу поступает хорошо, а не выдающий лучше. А у них так. Вот здесь Мула его спрашивают. Какие у вас самые большие заботы здесь? Ну, думает, какие у нас храм построить? Мощей достать? Он говорит, всех переженить. У Мулы главная задача переженить. И может быть ни по одной невесте. Убили у кого-то. Значит, вдова идет за него. Что сделал Мухаммад? У него четыре оказалось. Сегодня на четырех остановилось. Одновременно, чтобы не было. И для нее большего счастья, жизни нет, как быть с ребенком. И поэтому 8,1. А в России было 10,12. Напоминаю, Дмитрий Иванович Менделеев, химик. Был с 17-м ребенком в семье. Вообразите. У нас в семье 10 было. Самое большое в семье. Вот тогда Россия, она росла. Прирост был на 3% каждый год. Сегодня, как же, когда одну жену, то лучше ее не иметь. У нас закон такой. А у них четыре, это самое хорошее. Здесь аборты, там не делать. Здесь всех их обращают к себе, они все мусульманами делаются. А сегодня взахались. Европа вся почти мусульманская. Англия мусульманская. В Канаде за последние, кажется, 20 лет количество мусульман в 30 раз увеличилось. Вот оно соревнование. А если мы заботимся о другом, о небесном, нет противозащаточных, нету. За аборт карается смертью любая мать. Только один аборт сделай, второго же не сделай. Да и отца еще публикует. Как ты мог допустить такое? А здесь не. Он настаивает, давит и сделай аборт, сделай аборт. Мы нация, не одна нация, все европейские. Христианская, постхристианская эра. Небесные не взяли в основу и плотское все потеряли. В соревновании проиграли. Безнадежные. Дмитрий Смирнов говорит, если с сегодняшнего дня в каждой семье будет не менее 8 детей, вот только решение. Может это быть? Ну ясно, что это не может быть. Не может. У них, по основе, так нет детей, может разводиться там какие-то свои правила. Здесь никаких правил нет. И поэтому нам нужно понимать, почему святые отцы говорили, почему Павел так говорит. На это главное, если ты один, нет детей, все силы для небесного отправь. Вот тогда только оправдаются. А так никак. А это бьется с ребенком, до нескольких ребятишек, она сама болеет из-за них, а у другого ничего нет, спит, говорит, а вот открытый корытом. И что, одинаково? Возьми ее на абордаж, это как баршу, говорится, тянуть. Помоги. Когда-то нельзя ей пойти, пойти поводиться. Бросьте тогда все силы на духовную. Папа, можно мне силы погулять? Я считал про одного философа, который, чтобы познать самого себя, кто он есть, выколол себе глаза. Познать самого себя. Например, Серафим Саровский советует молиться, закрыв глаза. Если сон подойдет, тогда открой. У нас наоборот, сон подошел, глаза закрылись. Но Иисус возвел очи к небу и стал молиться. Понимаете, что слышать и видеть, это еще не главное преимущество перед слепыми глухими. У меня с детства были вопросы. Главное, это сразу определил, у меня механическое повреждение, проткнуто там, перепонка или что-то. А где было? Ну, что-то в детстве было, значит. Ну, служил-то в морфлоте, в ракетных частях. Как-то я слышал же, выходит. Ну, все время ослабевало. Поэтому потеря слуха, она позволяла мне обходиться без этого уха, видимо. Я уроки учил на 2-3 урока раньше. Я не знал, каким уроком закончил в школе. Я же не слышал. И поэтому, я в школу бы, если не ходил, точно так же закончил бы. Я уроки учил самостоятельно все. Слепые, которые не видят. Я знал такого из города Каннска, Красноярского края, лютых, Георгий Иннокентьевич. Исключительно много знавший. Я к нему съездил в гости. Он у меня был 3 раза или 4. Слепой. В 6-летнем возрасте нес отцу. Есть, обратно пошел, а река уже поднялась выше. Его смыло водой, ну, как ванга, ослеп. Я говорю, откуда же ты знаешь поэмы Натсона, Некрасова, Пушкина? Поэмы, не стихотворение. А я все время учился. Где какая бы ни была беседа, диспотя старался всегда там быть. И он услышал мою беседу с отцом Дмитрием Дудко. Пленка попала. И он говорит, а кто это? Ему говорят, это священник беседует. Очень самый известный был. Не Александр Минц самый известный, а Дмитрий Дудко. А это, да, это дворноуза там один. Так он-то прав, говорит, чем этот священник-то. Вы меня отвезите туда. Его привезли. Два раза привезли, а третий раз сам слепой пришел. Оживо около линии. Пересекать, кажется, там около 20 полотен железнодорожных. То есть он пришел. Что значит знание, желание знать? Он услышал об отце Геннадии Фасте и поехал в Едисейск. И съездил, приехал, говорит, я насладился новым златоустом. А отец Геннадий говорит, я не мог определить границы его знания. Отец Геннадий, магистр богословия, бывший преподаватель университета. И он не мог определить слепой. Что же мы зрячее-то будем напротив дяди Гоши? Он отошел к царству ему небесное. Он службу знал наизусть. Ни один священник так не знает. Я знаю житие, но я не знаю когда. Он знал их на память по числам. Он у меня был, беседовали. Я поражен был, это невозможно. Просто невозможно. Я решил редкого поэта Григория на рекоте армянского считать. Он тоже продолжает считать. Где он не знает, я не мог определить. Державину воду, он ее всю считает. Я и наизусть не знал. А псалтырь, другой, это даже не спрашивает. И слепой чем занимался? Переплетом книг? Кто-то подсказывал, видимо. Пещи ложил. И дом себе сам построил. Слепой. На сто процентов. У него просто яменькие. Одни как вот тут ходит один. Болчатников этот. Иван Андреевич. Православие тут в храме все время кланяется. Мы близко знакомы. И глухому, и слепому можно жить. Но неверующим и нельзя жить. И он решил был, чего он получит. Я про одного считал. Ребятишки у эскимосов играли. А родители в чуме. И они бросали вот так этот пепел. Ну ребенок же глазами кверк. И пепел упал на горячие и выжиг глаза. Оба глаза. И он самый известный проводник на севере. Проводник. По снежной пустыне. И никто не может понять как. Он птицу бьет на взлет. Глаз нету совершенно. И когда по рекам где-то спускается. Его только берут с собой. Он слышит изменение шума воды. Приближающейся которой к валуну под водой. И когда на нартах скачет. Он слышит. Трава как шумит какая. И говорит куда поворачивать. Это как можно все это развить в себе. Еще раз говорю. Пять органов щусь. Надо все таки тренировать. И слыша вот такие дела. Сказать господи. Закопал талант. В среднем человек использует потенциально. Четыре. Три с половиной градуса только. Эти процента. А остальное невостребованное. На днях мне передали. Один человек очень известный. Сказал добродетель-яд. Это яд. Добродетель-яд. Ну я мог бы объяснить. От счет тщеславия приходит. Это Осипов сказал. И один из наших знакомых взял себе. А поэтому добродетель-яд. Я и так-то ничего не делал. Поэтому каяться в добродетели не буду. А все же спил, курил, блудил. Шесть раз женился. Но добродетель-яд. Какое опасное слово. И взятое у святых. Без пояснения. Добродетель. Это высшее, с чем мы пристанем перед Богом. По добродетели нашей. Ангелы нас судят. Дух Святой. И на суде Божьем будем. Сколько ты сделала добра. Так досветит ваш перед людьми. Чтобы люди видели ваши добрые дела. И прославили Отца Небесного. А добродетели прославление. То есть это высшее. Мне по интернету задали вопрос. Скажите, а в субботу, воскресенье, почему нельзя кланяться? И время исчисления с 12. А по церковному, у нас сейчас 6 вечера будет, это уже наступает другой день. По службе, по богослужению. И поэтому в пятницу вечером уже земных поклонов нет. И Господи, Владыка, живота мой уже не считается. А сегодня вечером, воскресенье сегодня, сегодня 30 марта, день Алексея Божий Человек. Алексея всех поздравьте. И вот если Господь нам показывает по числам, когда что, мы должны сделать абсолютно правильный вывод. Если это время подошло, ты посмотри по числам. Как Господь нас куда выводит? Я неоднократно говорил, что какие приметы в эти числа, чтобы душу настраивать на подражание, глядеть. Это необходимо каждому. Если ты уже родился, и тебя Бог благословил. Я еще вернусь к этому. Относительно добродетели. Добродетель, добродетели разная вещь. Как сделать? Кому сделать? Сераха говорит, смотри, кому делаешь, не помогая злому, дабы не усилить руки его. Сегодня так. Кому можешь? Надо, не надо, ты помогай, Бог разберет. Такого в Писании нет. И вот спрашивают, а где поклоны делают? Повторяю, земные поклоны делаются без Великий Пост, кроме субботы и воскресенья. Суббота, как седьмой день творения отдыха, и в воскресенье Христос стоял прямо, воскрес из гроба. Объяснение только такое. А почему тогда в воскресенье мы кланяемся, когда батюшка выходит с чашей? Я просмотрел, какие возможные книги. Поясняю. Вот когда ты просто кланяешься, и с крестным знаменем, когда батюшка впереди стоит, когда у него в руках что-то есть. А именно что? Евангелие, чаша и крест. Я попутно кое-что говорю. Крест должен быть ровный, совершенно никаких на концертах, на балдашниках не делать. Ровная полоса и ровная. Посмотрите на Покровском соборе. Там на балдашниках еще я посчитал 18 концов. Не восьмиконечный крест, бывает шести и четырех. Другого не бывает, это восемнадцать. А восемнадцать это три шестерки. Три шесть, восемнадцать. Накрутили кучу железа. Зачем? Вот искверченный крест, его и масоны разные все употребляют. Там раздвигается мальтийский крест, вот так, тоненький, а дальше шире, и все. Вот почему. Значит, кланяется только с крестным знаменем. Когда у священника, он просто так благословляет, без крестного знамени. Не надо совершать крестное знамение, а просто поклониться. Когда в руках у него крестное знамение. Крест в руке у него, чаша Евангелия. Все. Архиерея благословляет точно так же. Ну а земной поклон, где делают, тоже понятно. А почему тогда Евангелие батюшка выходит и благословляет, и крестом благословляет, мы в земле не кланяемся. Потому что это подобие. Крест это не Голдовский крест. Он только напоминает подобие Евангелия. Евангелие переведено не подобие того, что писали. Единственное реалие, полностью совпадает, это чаша. Это кровь, которая здесь, она не разница от той крови, которая протекала там. Это единственное место реально, где Христос присутствует. Католики говорят, ну а второе, они сейчас придумали, это в наличии Папы. В Папе отображается полностью Христос. Мы с этим, конечно, не можем согласиться. Реально только в чаши. И поэтому перед чашей, когда благословляет, два раза батюшка, два раза, два земных поклона. Все. На остальное нет благословения. А другие книги, другие книги, они не могут быть вышли из наличия, что в Евангелии написано. Мы кланяемся Христу распятому. Он стал говорить что-то еще мне, человек. Я говорю, реальный Христос. Реальный. Не подобие креста. Крест это подобие только. Поэтому делается воскресенье вопреки... Да тоже канон. Да канон, но это выше канона. Ниже. Другой батюшка говорил сегодня. Если что-то отменить, должен быть такой же собор. Равнозначный. Я за то, чтобы посты все отменили, кроме Великого и Среди Пятницы. Но они есть, и поэтому разговоры окончить. Я православный. И поэтому все православные каноны, правила, они у меня должны быть здесь. Я вот немножко вам сказал. У нас одна сестра во время занятий там выступала. И муж присутствующий ей сказал, а я тебе запрещаю здесь говорить. И определенная эпитемия, там 4 недели. Я вот наблюдал за это время, сестра с такой кротостью это все вынесла. Вот незримая похвала ей сегодня. Вы просто знаете, что у нас такие есть люди, которым надо подражать. Строгость мужа, в меру, дал эпитемию, она на занятиях ревностная, очень даже ревностная. Ну, записку не запретили ей подавать, она подает с запиской. Жена, если вы знаете, я просто прошу учитесь. Смотрите, вам это очень полезно. Очень полезно. Еще маленько, еще чуть-чуть скажу. Я держу голубей. И одна голубка перестала залетать. Я ее принес, у нее нащупал под крылом утолщение. Я пригласил Настю, дробот. Настя, ты же у меня была? Была, вот она, видите, она ветеринар отличный. И она посмотрела, говорит, это у нее не утолщение. У нее и все эти кости изменились, как у старого человека бывает. И смотри, как у нее когти. Она разобрала ее по частям. И я понял, она пенсионерка. Но я ее мужа-то знаю, она у меня теперь всю зиму просидела в коробке. Но иногда, чтобы она, она все равно накоксится, как говорится, чесует перед смертью. А потом вдруг начинает шевелиться. И ест нормально, а в теле ничего нет. И я ей мужа привожу, ее любимого. Скажи, то он ее признает. Как они друг у друга обхажут. Он ее целует там, ну, клювом. А она к нему лазит. Маленько погодя, видимо, огня-то нету. Но там молодой, ну, ну, старая женщина выйдет замуж. Неса, что еще ничего нету. Вот та же самая история. И она перед ней. И тогда стала его на улицу выводить ее. И они вокруг нее. И за ней ухаживают, которые ее не знают, голубят. А это тогда отгоняют их. И она тогда согнется, горбатится и домой ко крысу идет. Ко крысу идет, и он за ней. И она заходит в сенки, и он за ней. Я их закрываю в избу. Он поест, полюбуется. Я вывожу. Теперь другой день. Она ни слова не говоря, спрыгивает на пол. А сама кубарем летит, светит. И шагает, важно, на улицу. И открывает дверь, идет. И каждый день у них свиданка. Голубь, ну, настолько интересно. Человек, человек не нуждается разве в этом? Родные и близкие говорят, ходит-то плохо. И переваливается, и выходит. И караулить надо, чтобы какая кошка-то не схватила. Она летать совсем не может-то. А он, это то ли не понимает, или еще видно, что он завел подружку. Я уже видел, он там с кем целовался-то. А тут все, это бросил, и только колонье крутится. Я нашел, что в природе много, можно сему поучиться. Так, особая молитва о наших братьях сейчас помогает нам зарегистрироваться и там свои аккаунты создать по английской визе. Я уже настроен, чтобы побывать надо там быть. Для нас они сделали все. Теперь вопрос стоит с собакой. Очень трудно. Мы проходили Шенген, Германия, такая строгая. Они такие даже не смотрят. Собака и собака. Какая? Немецкая, невестка. О, гуд. Здесь никак. На наши уколы не смотрят, дают укол. И я должен сидеть, ждать в карантине 6 месяцев. Ну, 6-то месяцев тоже много. Но в этом году бы-то правила какие-то изменили, что поменьше будут. Мы теперь говорим, найдите нам во Франции подходящее место, где могли бы собаку оставить. Нам зачем на 10 дней с ней возить это? Ну, если не пропустят, нам же второй надо проникнуть. Я думаю, туда ехать, если будем, только по паромам. А обратно, брата Николая пустим паромом, а вдвоем можем проехать по тоннелю. Охота мне в оглубине морской побыть, как Павел говорил. Чтобы это слово на мне исполнилось. Еще я нашел место в Библии, на мне не исполнилось. Был в оглубине морской. Но он был в колодце, я тоже был. Вопросы? Виктор Андреевич, поклон на земле. Да полно вам. Братья и сестры, я хочу... Как я сопротивлялся. Я хочу вас попросить, во-первых, помолиться об Игнате Тихоновичу, что нужно убедить его в том, что нужно пользоваться аппаратом. Постоянно. Иначе, вот, те проценты, которые заложены, которые не используются, они атрофируются. Это у него возникла такая аналогия с очками. Это не очки. Очки лишают действительно напряжения мышц, которые напрягают глазное яблоко и фокусируют изображение на сетчатке. Здесь это не мышцы. Это совершенно другой аппарат. Это нервы. Это нервные окончания, это нервные волокна, это нервные клетки. И если их не использовать, они атрофируются, как и всякое место в организме. Атрофия от неиспользования, так называемая. Будем молиться, чтобы Господь его, так сказать, направил на то, что нужно этот аппарат использовать постоянно. Это первое. Второе, хочу попросить вас помолиться о мне грешном. Вчера я не был на вечернем богослужении по причине болезни. С вечера еще позавчерашнего заштормила, тошнотворное такое состояние. И ритм сердца 40 и меньше 40. То есть это при норме 70. Это может произойти срыв на полную блокаду и остановку сердца. Ну вот, я прошу помолиться, чтобы Господь не застиг меня врасплох, чтобы я успел покаяться. Вот единственное, уж уйти из этой жизни всякому предстоит, уйти из этой жизни не так страшно, но чтобы уйти из этой жизни не без молитвы, не без покаяния. Вот о чем прошу помолиться о мне. Спасибо, Христос. Я хотел предложение. Вы аппарат-то свой оденьте, разговаривают люди же. Вы же сказали, я буду... А нет, 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 ну понимаю, мы обязательно... Вам зачем тогда... Я не буду занять сегодня. Нет, вам... Нет, вот сейчас люди вопросы задают, спрашивают. Ну я сейчас подожди, скажу. Виктор Андреевич, я с ним разговаривал, он говорит, все время не надо. На 10 часов одной батарейки. Достаточно где-то. Но вы привыкнете, чтобы было. Все время не надо, он говорил это. Не надо. Что касается экономии батарейки, бессмысленно. Он же вам объяснял, что как только открыли, воздух поступил, она уже начинает окисляться. Нет, не из-за этого, не из-за этого. И окисляться она, значит, будет, она будет использоваться. Ее вы не сэкономите. Он спросил, а кто у вас дома? Я говорю, не с кем разговаривать, я один, еще никого нет. Я говорю, голубка молчит, мы двое снаем. Ну ладно, тогда. А потом он говорил о том, что нужно вам адаптироваться, чтобы вы хорошо воспринимали вот эту речь, которая будет к вам обращена во время беседы, там, за границей, в путешествии. Вам нужно к этому аппарату адаптироваться. Он говорил о двух месяцах. Вам осталось как раз два месяца. Я и буду так раз в неделю. Этого мало. А вот этот человек, который, чтобы познать себя, лишил себя зрения, это кто был? А я не знаю, кто. Кто он там? Они демонстрировали. Это у них есть такой. Что задумывал там? Я сейчас не понимаю, что он сделал, потому что это я даже считал про это. Внутри себя, чтобы в духом все время проникать. Я хотел поблагодарить братьев-сестер наших, ну и вообще всех, кто участвовал в приеме мамы моей, племянницы. Она тут ночевала и у Надежды Васильевны с дроботами, с девчонками. И вот у Гали Загуляевой была. Ну она как дичок растет, девчонка, она одна в школе, ходит только в церковь. Нету вообще ни одного, ни одного ребенка нету, который бы ходил в церковь. Какое там православие, какую там духовность придумали, возникает. На две деревни, там одна церковь, ну как деревни, они не деревни, пригороды практически, там поселки. Ну десятки тысяч людей живет и ходят пять бабок и один ребенок. Это вот эта вот сонь, сопья. Ну какая она там есть, вот такая вот она и есть. Но ваших-то вообще никого не видно, что бы вы тут приводили. У вас тоже внуки же есть у всех. А такое впечатление, как будто вы уже старые и одни засохнете, как деревья, вот эти тополя наши, которые спилят. Но я-то знаю, что у вас и не по одному внуку. Я знаю, Валентины Павловны, трое, трое же. У них родители есть. Трое. Ну и так далее. Все такие, что ли? Да, и так далее. Ну то есть у всех есть. Ну вот и попалась такая вот. И сестра моя, она делает все в том, что читает Слово Божье. И у ней подобие страха Божьего есть. Вот она занимается, она бизнес-тренер, тренирует, как правильно продавать спиртные напитки в основном. Да, вот. Но это совесть ее. А она понимает, что это плохо. И она, я что, брат, не понимаю, что ли? А куда сейчас пойду? Сейчас выйду, у меня кредиты на миллион. И так далее. Я одна живу. Муж алкоголик бросил. И так далее. Ну то есть свои у нее, как говорится, отговорки. Но она понимает это. То есть вот там понимает, здесь понимает. Но Библию это читает. И причем не просто, а толкование наше, вот это вот, трехтомник читает. И ходит в церковь, и с собой девчонку вот берет. Бабушка там сколько может помогает. Но они же не имеют такой общины. И она приехала, уже звонит. Мама, а тут я была, вот там-то девочки-то были, там мальчик еще был. Ну такой, говорит, мальчик. Она считает, что Тарасиевон это, что-то баловной какой-то. Балуется. Часто остальные нормально. Но он же мальчишка. Правильно? Но они верующие, они, говорит, молятся здесь. Мы, говорит, молились с ними. То есть уже начинается, ей должна быть помощь. И она не против сестра и бабушки, а только двумя руками, чтобы поехать в Потеряевку. Об этом надо помолиться. Вспомните кто-нибудь на молитве, чтобы это все как-то расположение, оно вылилось. Да просто. В лагерь, ну в Потеряевку, конечно, в лагерь. А куда еще? С детьми, чтобы были. Чтобы старшие там были. Ну это, бабушка там будет, если она такая, она не будет лезть, она будет со стороны наблюдать. Потому что она уже все понимает, что она с ней дерется, она и ругает ее. Ну не матершинами словами, а просто ругает. Отойди от меня, ты мне надоела там и так далее. Ну то есть совершенно ведется сквернейшим образом, девчонка. Еще дальше будет, непонятно. Ну вот, Господь сподобил, приехала таки, все-то удалось. Так, я хотел сказать, относительно общины. Когда у нас шли занятия, были новые люди. Сейчас идут занятия, а они только со своими людьми. Они так и не могут создать базу. Это Сергей этим активничает, Володя ходит, там вот играет. И ни одного человека, практически никого нет. Некоторые пытались там, пришли и ушли, и нету. Я работаю, я совсем не бываю нигде. Но в интернете я нахожусь много. И все новые и новые души приходят в интернете. Просят книги. Они делаются, как будто члены вашей, говорят, общины мы себя считаем. Каждую передачу смотрят. Притом, в последнее время, в какое-то прям все новые и новые люди подходят. Надо как-то пересмотреть работу свою, благовестие это. Как-то открыть двери, как-то познать кого, призвать, пригласить. В деревне только все идет на убыль. На убыль работы-то нет. А которые были, это я давал объявления в газеты, новые люди. Конечно, обстановка другая. Ну, в деревне там просто. Сейчас могут давануть там на Украине, там миллионы могут двинуться. Притом говорят о напряженной обстановке, относительно Украины, хотел сказать. Показывают, но я не знаю, я просто говорю, что там взял. Россия накапливает вооружение с этой стороны, где граничат, из Крыма. И выступает там министр обороны, их там генерал-полковник, кажется, и говорит, называет оружие, оружие не оборонительное, наступательное. И все там Донец, которые не приняли, вот то, что идет там это Бандеровщина, просто называют. Это я чужие слова повторяю. И Харьков там, и как они, которые пытаются всех свернуть, не даются. И видят, что русских угнетают, дорогой грабят, когда едут. Заходят там, в огонь деньги отнимают. Это все повод, могут стрелять. Вот этого Билова-то застреляли, Сашку-то, главный там на правом секторе. А тебе говорят, и мы там сидим. Сейчас будет у них рубиловка друг друга. И Россия здесь может подсуетиться. Я не суетить ничего не берусь, но беженцы будут. И поэтому с потеряем вопрос может решиться в один день. Но, чтобы уверовали, здесь от внешних условий не зависит. Здесь надо работать. Здесь очень просто. Негде человеку появился, наши требования, не пьет, не курит, не ворует, не подходит, не матерится. Ну и верующие, согласен на все правила, условия, значит, дверь ему открыта, деньги есть, может строиться. А для веры этого ничего может оказаться недостаточно. Вот у нас были люди, которые ушли. Какая причина? Ушли-то. Ну вот сейчас я спрашиваю. Были. Тогда увидели, лавр сидит за одним столом с патриархом Алексеем Вторым. Ну какая-то вина-то была-то. Две семьи с детьми, как не бывало. Это что? Это путинская была затея. Но он-то про это не знал. Остальные-то здесь остались-то. Другое. Надо более духовное. Духовность начали искать. Вы знаете о ком говорю? Муравлев Игорь. Батюшка говорит. И батюшка не такой. Ну давайте такого, я съезжу, поучусь и будем такими. А я не знаю никому. Они говорят, что это вообще беззаказательно и беспочвенно. И куда ушел? В мир ушел. Полностью в мир ушли дети не верующие. Сам говорит человек этот. Ну сделался богатый. В Владивосток переехал. Магазины свои открыл. Ну вот это электроникой торгует. Другие выходят. У нас женихи свои. Такие женихи, головно, были. Нет, надо. Надо из мирских. Те люди, за кого они вышли замуж, если они были бы здесь, они не могли бы стать членами общины, такие, какие они есть. На тот момент, когда они вышли. Даже разговаривать не надо. Поэтому. Ну, а я перешагну через это. Ну, будешь всю жизнь маяться. Тебе надо будет уровень. Он под твой уровень не поднимется. Тебе под его уровень надо будет подделываться. Под него опускаться. В храм не пойду. Дал тебе вот иконки. И молись, и не лезь ко мне в мои дела. Мы знаем, как это делается. Поэтому, если крепкие они, люди, тогда как-то бог так решает. Так у вас нету. Как нету? У нас. За нашими местами сюда приезжают. За это время сколько от нас уехало? Которые были у нас здесь. И в разные государства уезжают даже. Не только где-то. Поэтому выбор закончился не по шкале вверх. Значит, чья беда, как, это уже дело Божье. Но надо работать. Надо работать. А не везет. А мусульманин, не имеешь права ни за кого выйти, как. Если мусульманин, значит, она должна быть мусульманкой. Ну, знаете, какая-то это дочка... Кристин Пугачевна. Это Алла Борисовна-то. Ну, она вышла замуж и родила этого Руслана. Кто он там у ней? Как она называет его? А, Олег, что ли? С Русланом-то. А у них закон развелись. Сын остается... Да как суд-то не решал. А зачем суд-то? Наш закон. Она сунулась выше. А вот тот вот сразу выше, к Рамзану Кадырову. А тот, видимо, Путину, ну, конечно, по закону. Она права, ребенка даже и вернуть. А они уже там поговорили. Он говорит, я не хочу, у меня с бабушкой хорошо, с бабушкой той хорошо. А тот, говорит, встречаться никто не мешает. И сын остался ей. И Алла Бориса, она уливается слезами, сидит. Она его любит. Но ты знала, за кого дочь выходила? Ты видел, он красивый, да? Они обходительные, галантные. Но ты даже была грубо, посмотри, какие правила у них есть. Вот она познакомилась, наша здесь была одна. Наша очень близкая нам, близкая. По Теревке была даже членом общины. Но ее мама познакомилась. Познакомилась, он где станет. Забеременела. Он любит, и он привел себя домой. Мать как поднялась на него одна. Да ты что, да где это видно? Так, из дома, чтобы она ушла, у соседей жила. Пока сосватаем, тогда ты оттуда ее приведешь. Она беременная, там у соседей поселилась. А соседи говорят, это обман, он никогда тебя не возьмет. Вот, ты должна принять мусульманство. Она говорит, я верующая, я христианка. Тебя никогда не возьмут. И правда, они его заперли, потом куда-то отправили. Она одна посидела там еще, выехала, родила. Родила, ну вот она верующая теперь, хоть христианка. Я говорю про Марину Плотникову, Демосфеновну. Это она рассказывает, и все это стоит в интернете у нас. Тут секрета никакого нет. Так ей это наказывали, убей ребенка, аборт сделай, аборт сделай. А там работала какая-то немка, и та начала говорить, да не делай этого. Я найду ребенка, родишь, там можно отдать. И нашла гречанка богатая, у которой нет детей. И она родила и сразу приняла. И Марина говорила, у меня три мамы, не две. Серафима Гавриловна, которой живет мужа, свекровка ее. Мама своя, Катерина, которая там живет. И та, которая Елена воспитала ее. И ее любви Марина хватила на всех, на троих. Но та мама умерла, а две там мамы живые. Видите, как жизни бывают. И все из-за того, что необдуманный там был шаг. Неужели не нашлось бы русского парня. Но она была, видимо, красивая, стюардесса была. И вот у нас точно такая же история. Мы теряем из-за того, что как-то что-то теряем. Ну, смотри, какая была Настя Деянова. Еще она плохая, что ли? Косолаева фамилия ее была. Пришли старообрядцы. Ну, мы не против. У них священство есть. Он, надеюсь, что-то там где-то брякнул. Я узнала тут у сестры. А та встала и ушла. Ну, она ничего. Их приняла в веру. Теперь ходили туда. Дальше никуда. Вышел за нее еще замуж. Вот Зоя, то есть, что ребенок там по повине задавился, они там плакали. Хорошая девчонка была у нас. Женихов нет. Да есть женихи. И были. Но вот как-то так получается, что мы теряем людей ни на чем буквально. И они там страдают. И потом пишут и звонят. А мы еще можем сделать. Ты избрала такой путь, который не сходится с нашей общиной. А ты что-то не переводишь. Переводят. А, Настя переводит. Так, ко мне вопросы. Усильте молитву об открытии нам вис в Англии. Нас там ждут. Нас нигде так не ждут, как в Англии. Это больше самое большое число встреч будет. И самое трудное. Я бы отступил, но все время говорю, ну там ничего нет того, чтобы непреодолим. Вот это Англия ненавидит русских, поэтому так. А там говорят, неправда это. В прошлом году 200 тысяч посетили россиян. Ну 200 тысяч, но мы 2000. 200 тысяч первое. Уж там не перетянешь же. Еще мы совсем уже ни к чему не годно. Так, если у него ничего нет, поблагодарим Бога. Людмила Степанова есть. А вы объявление сказали, чтобы подходили, говорили. Собирать деньги. Да. Значит, это, я говорил относительно средств помощи. Людмила Степанова, но это сделал у нас кассир поставлен. Вы сегодня скажите, кто за это время сколько отложил на поездку. Только записали. В прошлый раз они остались здесь, скрыли кассу. Татьяна, сколько там было? 51 тысяча. Сразу вам отдали. Они отдали все, и мы сразу пошли там за ту визу, заплатили здесь. Нам есть еще чего уделять-то. Но у нас просто, мы за два, даже с лишним года не снимали кассу. Это не за год даже у нас. Что-то положите здесь в конце можем. Есть. Скажите, Людмила Степановна, кто сколько отложил? Еще впереди почти два месяца. До 10 числа мая мы должны все иметь уже на руках. Только добровольно, только с желанием, с любовью, доверяя на все 100%. Скажите, а кто его знает? Уже не надо. Куда мы истратим? Лишние едят дорогой. Не надо уже. Повторяю, мы лишнего ничего не берем. Практически ничего. Раза, может, три покупали только рыбу, и то самую дешевую. Я уходи даже в магазин не отпуская ребят. Я с ними иду и смотрю. Так, Сергей? Вот так. Давай. Так, то, что вам положено на питание, вы тратить должны. Вы просто экономили. Но они знают, с кем поехали. Я не запрещаю. Не запрещаю. А им переживание. Ну, еще так не будет. Я буду есть с вами. Едем по Армении. Нашли хорошую рыбу. Сик или как называется там. Ну, хорошая. Но они назвали цену какую-то. Я вздрог. Млакаса, деньги-то другие совсем-то. Ну, балбеса. Я пошел. Машина тронулась. Я тогда... Машину уже поехали. Оставили это продажный киос-то там, магазин. Я вижу недовольный. Тормози машину. Иди покупать, что вам надо. Зачем вы мне недовольны нужны? Они побежали, купили. Купили, но я-то не хотел. Я не стал есть. Я дал собаку, ушел гулять. Николай все сам делает. Едят теперь. И меня приглашают. Я не стал есть. Я не стал есть. У меня... Еще раз говорю. Виктор Андреевич, он сделал. Ему радостно. Мне, я ложусь даже спать и думаю, опять я сегодня должен остался кому-то. Да нет, мы вам больше должны... Я не могу это перевести на эквивалент того, что я делаю. Я должен. И поэтому я прожил жизнь так, чтобы никому ни рубля не быть должен. Вот я учился здесь техникуме. 26 рублей. Пенсия, это степень была. 6 рублей за квартиру, ну самое дешевое. А остальные я должен прожить. Купить книги. Ну ясно, 26 рублей. 20 рублей осталось. Я на них жил. Игнатий Игоревич, да много ли мы можем сделать для вас? Накормить вас или купить вам этот аппарат? Почему не? По сравнению с тем, что вы сделали для каждого из нас для спасения души нашей. Мы очень несоизмеримы вообще. Игнатий Игоревич, это огорчение для братьев. Правильно. Мы деньги собираем, чтобы они питались. Чтобы вы питались. Я не могу внутри переделать. Я даже буду делать. Я взял аппарат, но внутри меня остается чувство должника. Я хожу, и что бы я должен дать? Как бы выйти из этого принятия? Разделите любовь с нами. Я разделяю любовь. Не могу пока ничего сделать. Внутри меня чувство вот этого должника. Я всю жизнь прожил, я не могу переделать. Игнатий Игоревич, аппарат оденьте. Мы не о том говорим. Мы о другом говорим. А питания будут как есть. Я отвечал, Николай, этого не будет больше. Меня уже задолбили за это дело. Берите, что дорога, какую рыбу надо. Я не буду в магазин даже ходить. Вот правильно. Так что льгота. Пусть они везут и едят. Хорошо, хоть доехали, а то могли бы не доехать. Какими они приехали, могли бы не доехать. Ну, подождите. Вы не понимаете, что я говорю? Что значит это чувство? Я с детства, с четырех, может, лет это уже знал. Я потом бы считал в Евангелии, никому ничем не будьте должным. И обходитесь по-малому. И я прожил в этом жизнь. У меня сам, у меня ни одежи, ни ничего, ни жилища, ни питания. Лишь бы не умереть с голоду. У них такая напряженная работа, они ведут машину. Я сносился, все, вопрос ушел. Я кому-то себя спрошу. Они приехали. Песня. 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 Аминь. Аминь.